Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. Добро пожаловать на наше старое забытое шоу-ролик формата интервью с известными ютуберами мира Ислы, а также теми людьми, которые тесно связаны и на слуху у большинства игроков. Прошлые пять роликов вам достаточно понравились, и так как вновь поступают новые комментарии, взять интервью у того или иного ютубера, я не сдержался и взял интервью у небезызвестного, веселого, достаточно харизматичного, крутого, простого человека по жизни и мне близкого знакомого Назара. Канал Назар Шоу. Думаю, многие его знают. Почитал я ваши вопросы, зададим их сегодня Назарчику и дополним своими. Всем приятного просмотра! Ссылки на канал Назара будут в описании. Обязательно подпишитесь на его канал, ну и не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Назарчик, братуха, привет! Первый вопрос сразу я не мог его не задать. Как ты познакомился с Ислой? Здарова-здарова, братишка Sky, отец всех отцов! Познакомился с Ислой. Я могу с самого начала как бы подробненько рассказать, что я в нее еще не играл, я в ней не знал. Познакомился я ее, скорее всего, от тебя, наверное. Потому что я не помню точно. Я на работе в ночных сменах смотрел ролики про эту игру, про Легаси. И, скорее всего, возможно, твои ролики. Вот точно не помню, но смотрел ролики и мне просто это нравилось. Просто я такой смотрю, блин, крутая игра, какая офигенная. Я тоже хочу походить, поворачивать динозавра, там, поиграть. Тем более, динозавры это, в принципе, любимая зверушка всех в детстве. Все смотрели фильмы, все вот это вот. Это как бы тоже. И купил, потом я ее, получается, в 2020 году. В 2020 году я первый раз ее купил и играл в Легаси. Еврима там на тот момент была, не знаю, не помню ее выход там. Но, в общем, про Евриму я вообще не знал. Я играл чисто в Легаси с ребятами. И все, как бы. А потом как-то какое-то время прошло. И мне кто-то написал, что есть там ветка Еврима. Типа, перекачай, посмотри. Я перекачал, посмотрел. Но на тот момент она, там вот эта карта Спира была. На тот момент игра была прям вообще неиграбельна. Я зашел, я там взял Омника и был ужасно прям все фризило. Прям вообще было невозможно играть. Я чуть-чуть побегал. На тот момент у меня еще и компьютер был немножко такой, как бы я бы сказал, средненький, немощненький. И, может быть, дело еще в этом. Ну, лагало сильно. И я так подумал, что нет, типа, ну, здесь пока делать нечего. И играл в Легаси. Ну, вот как-то так, братан. Смотря твои стримы, и, кстати, один из таких вопросов был задан твоим подписчикам мне перед роликом. Как у тебя хватает столько энергии на стримы? Раскрой секрет, если можно. Хватает у меня энергии на стримы свой секрет раскрыть. Ну, блин, я даже не знаю. Просто я давно и долго мечтал вообще стримить. Не было раньше возможности. Теперь она есть. И я начал вот заниматься. Решил, что мой канал будет посвящен, ну, ИСЛЕ. Ну, не только. В будущем, я думаю, еще будут разные игры про... Может, даже и Бермуда, и Пайт оф Тайтанс. Но, как хватает у меня энергии, ну, я не знаю. Я просто решил этим заниматься и хочу этим заниматься. Хочу каждый день радовать подписчиков, каждый день, чтобы были у меня стримы. Видимо, может, это. Я ложусь спать после стримов, делаю шорты, просыпаюсь утром, делаю свои дела. И я уже знаю, я отношусь это как к работе уже, понимаете? Вот есть же люди, которые... Вот я сам работал, все мы работали. И я... Ну, я уже не работаю. Я чисто посвящаю себя каналу, потому что у меня есть сейчас такая возможность. Также встаешь с утра на работу и весь день на работе, потому что ты относишься к этому ответственно, ты получаешь за это деньги. И, ну, денег пока особо-то таких нет. Только поддержка от ребят, от подписчиков. Всем спасибо, родные, вас всех люблю. Ну, и вот, наверное, энергия идет именно от того, что ты начинаешь стрим, и ты начинаешь от этого кайфовать. Люди тебя ждут. Ты понимаешь, что они тебя ждут. Ты начинаешь стрим, общаешься с ними. Ты чувствуешь себя прям вообще очень отлично, очень хорошо. Может быть, это придает мне энергии ради ребят. Стримить ради ребят, давать им контент, с ними общаться, веселиться, прикалываться, где-то грустить вместе. Потому что это у нас зависло. Как в ней можно не грустить? Бывают и грустные моменты, бывают и веселые. Как бы, скорее всего, наверное, энергию мне придает аудитория. Вот так могу сказать. Назар. Ислай, Ислой. Как ты относишься к другим игровым проектам про динозавров? К примеру, Те же путь Титанов без Пол Бермуда. К другим игровым проектам про динозавров я отношусь, в принципе, нормально. Взять Бермуду, взять Титаны. Но сразу могу сказать, что для меня на первом месте всегда будет и в Рима. Ну, конкурентов на данный момент у нее нет. Хотя она в раннем доступе, а у нее идет вот эта вот стадия разработки и очень долго, очень затянутая. Но взять тех Титанов. Ну, Титан, я думаю, скорее всего, будет на втором месте, а Бермуда на третьем. Потому что, ну, Бермуда, она, как лично по мне, графически, она вообще не конкурент в Риме, это точно. А Титан это такая середина. Как бы тоже там, ну, там хорошая, приятная графика, там много разной живности, много разных динозавров, не только. Там вообще много всякого, я так смотрел по роликам. Сам я в эти игры никогда не играл, просто смотрел. Но насчет Бермуды, ну, она такая, знаешь, версия Sega, Java. Не-не-не, я ничего, я не хейтер этих игр, они нормальные, также достойные. Разработчики сами творят то, что они творят, и они это так видят. Ну, я ничего не говорю, они хорошие игры, отношусь к ним я очень положительно. Я планирую в дальнейшем снимать, пройти игры, ролики и также стримы. Многие мне задавали такой вопрос и до сих пор задают. Я задам его тебе. Почему ты решил стать ютубером? Интересный, да, такой вопрос. Могу прям зайти сдалека, когда у меня вообще не было ни одного оборудования, не было компьютера, вообще, ну, просто вот ничего. Один просто вот телефон, грубо говоря. Я смотрел разных ютуберов, они проводили стримы, выпускают ролики. Я смотрел, да, много летсплееров. И смотрел, и очень люди там активно так себя ведут, пишут в комментариях, типа, вау, как классно, давай еще. И, блин, у меня такое чувство появилось, что, ну, ребята же могут. Ребята могут. Почему? Почему не смогу я, допустим, да? И все, я сильно очень заморочился. Все, я такой себе говорю, что я хочу быть ютубером. Хочу снимать ролики, хочу, чтобы была аудитория, хочу, чтобы смотрели мои ролики, как я все это делаю, и общаться с людьми. Я взял кредит, помню, купил себе, не помню сколько, но я купил, на тот момент был хороший ноутбук, Acer Nitro 5, и я себе вот его взял что-то за 65 в то время, это было уже давно, но, по крайней мере, у меня не было в голове, что можно было за эти деньги как-то собрать какую-то банку. Думаю, ладно, фиг с ним, все. Купил ноутбук, купил себе микрофон. А, не-не-не, сначала я пользовался микрофоном от ноутбука, и веб-камеры тоже встроенные в ноутбуки. Еле-еле настроил этот OBS, смотрел гайды, все, давай вести. У меня это второй канал, у меня до этого был первый канал, я вообще хотел вести канал, я чисто делал видосы, я вообще не стримил. Я хотел себя сделать как летсплейщиком, обзорщиком разных новинок, игр, прохождения и все такое. Ну, ладно, это время упустим. Я создал вот этот новый канал, здесь тоже у меня была такая идея, что я бы снимал, наверное, постоянно хорроры, потому что хорроры людям так хорошо заходят, и я снимал хорроры, людям нравилось. Но потом я тоже как-то сделал какую-то передышечку, и друзья меня позвали поиграть в ИС-Лоу. Я уже ничего, видосы никакие не выкладывал на этот канал, что-то вот подзабил немного, не знаю, не помню, с чем это было связано. Друзья позвали поиграть в Легаси, я зашел с ними, поиграл в Легаси, собрались со всеми ребятами, играли несколько недель прям так неотрывно. Я опять что-то так влюбился в ИС-Лоу очень сильно. И потом мне вот, кстати, вот один человек написал, я опять начал снимать ролики на свой вот этот канал, также вот это хорроры, прохождение, и потом мне кто-то написал, Назар, а почему ты типа не стримишь ИС-Лоу, ты же в нее играешь. И я такой типа реально такой себе же сам вопрос задаю, а почему нет, почему, типа, а почему я ее не стримлю. И вот я перекачал Эвриму, и как раз в этот же день вышло обновление с карты G2A, и все, и вот так вот сейчас я стримлю Эвриму, я очень люблю эту игру, мне понравилось. Ну вот так как-то я стал ютубером. Ну, самый главный ответ на этот вопрос, почему все могут, почему я не смогу. И у меня есть такое желание в дальнейшем зарабатывать на этом. Я хочу именно стать стримером, работать, заниматься своим любимым делом, и просто кайфовать. В будущем планируешь открывать свой сервер по ИС-Ле? Расскажи, как он будет выглядеть. Сервер свой открывать в будущем я планирую. Я не раз это говорил на стримах практически постоянно, особенно, когда ты натыкаешься на читеров, на вот это всего, вот эти проблемы, на стрим снайперов, которые очень сильно меня любят. Гав-гав, всем привет, мои сладенькие пупсики, жду вас сегодня. Так, ну, какой будет у меня сервер, я могу сразу сказать. У меня будет минимум правил. Я хочу сделать такой сервер, чтобы люди заходили, и, в общем, место не для тех, кто хочет просто зайти и повыживать как-то, сделать гнезда, походить, пожевать травку, либо просто побегать. Не, каждому свое, как бы, правильно? Но просто в первую очередь у нас там будут, как бы, реально конкретный хардкор выживания. Там будет минимум правил. Я даже могу сказать, какие правила будут. Это 100%. Микс пакинга не будет, это сразу бан. Получается, перелимит тоже. И, как бы, вот, если даже вот как дерутся, много могу примеров привести на других серверах, типа, как третья сторона. Если кто-то друг с другом дерется, и ты, типа, не имеешь права подойти к ним, пока они не закончат файт. Нет, это не будет канать. Если ты хочешь, влетай в них, и разруливай всю ситуацию, как в что пойдет, так и пойдет. Типа, ты не будешь ждать, и смотреть, пока они закончат. Это уже будет твое дело. Можешь ты развернуться, уйти, без проблем. Можешь ворваться в этот файт. Могут те ворваться, могут те объединиться, мочкануть тебя. Ну, как бы, не объединиться, но просто поступить как-то по-другому, а потом разруливать ситуацию, как они хотят. В общем, будет такой хардкорд выживание. Назаршоу Сюрвивал. Над названием еще надо подумать, я не знаю, какое еще сделать, но это уже другой разговор. А так, там будет место, в общем, не для слабачков, так могу сказать. Ну, можешь как-то, я грубо это говорю, но могу даже сказать, не для нытиков, в первую очередь. И, типа, если ты заходишь туда, ты должен понимать, что там будет жестко. Дай бог, если сервер раскрутится в будущем, когда я его открою, будет хорошо. Там будет прям реально. Ты заходишь туда, ты должен сразу понимать, что так, я мужик с большими яйцами, либо девчонка там, не знаю, с чем-то. И ты должен понимать, что я на этом сервере. Так, мне нужно вертеться по всем сторонам и оглядываться очень конкретно, чтобы не получить, сами понимаете, что, да? Ну, вот как-то так. Назарчик, следующий вопрос. Какие другие игры планируешь еще стримить в будущем, наравне с той же и слой? Или пока нет таких? Ну, стримить и играть я планирую, да, в Fight of Titans и в Бермуду. Как бы, и другие игры, которые будут выходить, если они будут достойные, хорошие, играбельные, то я буду заниматься ими тоже. Я не планирую заниматься чисто одной Евримой. Это пока сейчас, да, она меня уже немножко подкаливает, мы уже все немножечко выгораем, не только я, все. Я вас прекрасно понимаю, как и вы меня, потому что проблем в игре много. А так, наравне, ну, наравне, я бы не сказал, что наравне прям с Ислой. А помимо Ислы я буду заниматься, да, Титанами, хочу прям в Титаны поиграть очень сильно, в Бермуду хочу поиграть. Так что будут, будут видосы, будут стримы по этим играм, но не так прям, чтобы наравне с Ислой. В Риме всегда будет у меня на первом месте, это как ни крути, потому что я изначально начал ей заниматься, и она, как по мне, еще раз говорю, что достойней этой игры, это топ-1 выживалка, номер один про динозавров на данный момент. Не знаю, может кто-то со мной может поспорить, но это их мнение, это тоже лично мое мнение, что и в Риме сейчас конкурентов нет. Может в будущем когда-то что-нибудь и вылезет такое, что будет каким-нибудь конкурентом, но пока нет. Ислой, я и в Риме буду заниматься прям постоянно, а помимо нее буду стримить, делать про другие игры. Короче, залезем немного в твою личную жизнь. Расскажи немного о своих увлечениях в жизни. В свободное время может есть или было какое-то хобби? Ну, сейчас особо увлечений в жизни у меня стало меньше чем раньше. Могу рассказать, чем я раньше занимался. Сейчас просто у меня был переезд. Сейчас я занимаюсь плотно каналом. Очень много времени требует это все. Ну, так могу сказать, что я занимаюсь музыкой. Я раньше писал и записывали на студию рэп. Очень хорошо получалось. В общем, могу сказать занимаюсь музыкой. Играю на гитаре, могу спеть, что-нибудь офигенное. Демобилизация. Короче, понял, да, братан? И все ребята. Музыкой. Раньше занимался спортом. Могу сказать, что я раньше занимался на турниках стритворкаутер. Ну, я бывший, я уже давно не занимаюсь. Если кто знает, что это такое, если кто не знает, можете загуглить. Стритворкаутер это вид спорта на турниках. То есть, я раньше такое вытворял, как бы, здоровье позволяло мне вообще в принципе это спорт давался очень легко. Быстро всему учился. вот, спорт, музыка. Могу в свободное время, если получится, собраться там с друзьями, с братьями, там, да даже с отцом поехать на рыбалку. Рыбалку я очень люблю. У меня даже в машине всегда лежит две удочки уже заряженные. На всякий случай, если что-то где-то едем, вдруг вот так в голову долобанят. Опа, блин, давай на рыбалочку заедем. Заехал поймал на 20 килограмм и поехал домой кайфовать. Вот такие вот. Ну, особое сейчас у меня хобби, могу сказать, это также мой канал, YouTube. Это основное сейчас для меня хобби. Но, ну, люблю еще купаться. Очень люблю плавать. В труселях прям запрыгнул щучкой, лишь бы трусы не слетели. А так нормально. Вопрос, который я не мог не задать. Вопрос, который я всегда задаю нашим участникам шоу. Как относишься к хейтерам канала? Что думаешь о них? О, отношусь к хейтерам я очень, очень у нас с ним, у нас с ними точнее, у нас с ними очень интересная такая сексуальная жизнь, отдельная, понимаете? Это такие люди, которых, которые они хотят меня постоянно. Ну, как отношусь к ним? Мне по большей части раньше как-то, когда, может, я только начинал, еще аудитория была маленькая, там, на стримах мало народа сидела. Да и сейчас особо не так много, но дальше больше, как говорится, главное работать. Бывало, да, кто-нибудь выстрит что-нибудь там в комментариях, вот эта фигня, вот эта, вот эта, я так лучше делаю. Блин, я не понимаю таких людей. Зачем ты высираешь из себя какое-то непонятное свое мнение беспонтовое, вот сюда, в комментарии, чтобы тебя как-то заметили, ты никому, в принципе, не нужен. Ну, есть, есть люди, которые просто могут, они не хейтери, есть люди, которые могут просто написать, что там, да, типа, мне не понравилось, но это ладно. А есть, которые прям постоянчики, они пишут прям реально всякую чушь. Заходят на стримы, пишут всякий бред, пишут там не про скилл, не скилл, типа, какой не скилл, там, всякое, убиваешь маленьких, хотя маленьких вообще редко убиваю, ну, я имею в виду сейчас про игре, ну, про игру. Ну, хейтеры, они в Африке хейтеры, что могу сказать? Это какие-то нездоровые какие-то люди для меня, непонятные. Либо у них какая-то зависть, не знаю, так возьми тоже, создай канал для снимать что-нибудь. Вон, снимай какую-нибудь порнушку там, не знаю, синку-пепу играй, в Масяню, блять, может, вдруг у тебя фартанет. Я не знаю. Интересные люди, а теперь мне очень много под шортсами пишут, в основном, потому что я как стрим заканчиваю, я постоянно делаю шорты после стрима, как бы, шорты хорошая штука, и в большей части мне пишут всякую гадость под шортсами. Не так много, но пишут. И я не знаю. Ну, это их дело, пускай пишут. Я сейчас на это внимание особо не обращаю, как я говорил, что раньше, может, как-то я немножко и запаривался, думаю, блять, он написал всякую херню. Блин, на туре, что ли, это так? А сейчас я смотрю и понимаю, что вообще пофиг, пускай хоть что пишут, пускай хоть вообще конкретно пишут, я даже комментарии не удаляю, пускай пишут. Они, хитерочки, мои любимые, вам привет от Назарки. Я вас очень сильно люблю. Ух, как сильно. И пишите побольше. Вы продвигаете мне шортики. Спасибо вам большое за комментарии. Больше пишите. И вот так как-то. Отношусь мне уже без разницы. Как бы они были, они были, они будут и они всегда будут, короче. От них никогда не избавиться. Они будут у любого стримера, ютубера, у любого человека, который чем-то занимается вот таким в интернете. Они всегда будут. И по большей части могу даже всем посоветовать. Не обращайте на них внимания, кто в будущем будет собираться заниматься там ютубом, открывать свой канал где-то. Типа не обращайте на это внимания. Просто посмотрели, сами угарнули и забыли. твой первый стрим. Помнишь его? Волновался может? Расскажи немножко, как ты вообще готовился? Я могу сказать, что да, было такое ощущение, что блин, я сейчас начинаю стрим, захожу в прямую трансляцию и меня все будут видеть. Ну, первый раз, я вот не помню, не, кстати, да, первый раз я стримил сразу с вебкой начал, да-да-да, помню. Это ролики я делал без вебки, а первый свой стрим я проводил с вебкой, да. Ну, волновался, не волновался, я не знаю, ну, точно я как-то себя не подготавливал к этому, типа, ну, я сильно так вот не запаривался, могу сказать, как помню. Может быть, у меня была какая-то небольшая скованность, чтобы, что именно сказать людям, типа, ничего на ум не приходило в голову, ну, была какая-то небольшая стеснительность, да, и даже могу, да, сказать, волнованность была, стеснительность, вот это не знание, что сказать людям, типа, сейчас скажу какую-нибудь выструку, херню, скажут, это что это за херня, да пошел он в попу, и забьют и уйдут, как бы смотрело, смотрели люди, да, но было, было такое, ну, я не готовился особо, сел, включил и попер, по большей части я, наверное, не сильно разговаривал, ну, не прям молчал, но я говорил, я пытался, я понимал, что меня там, пускай даже 2, 3, 4 человека смотрят, но они меня смотрят, и надо же что-то им говорить, и они мне там писали изредка, общался, ну, нормально, а вот взять, если сейчас, то, ну, вы понимаете, сейчас это уже просто, как, как семья, понимаешь, ты заходишь, начинаешь трансляцию, и ты как будто приезжаешь в гости к семье, они такие залетают, о, здорово, братишка, как дела, там все такое, и типа, ты уже, ну, развязанный, типа, ты ведешь себя так же, как ты должен себя вести, типа, не стесняешься, ничего, просто, какой ты, какой ты есть, вот так ты себя и ведешь, раньше было, да, такое волнованность, прям, было, было такое нагнетание какое-то, непонятное, ну, а так, нормально все. Ну, что же, наверное, заключительный вопросик, Назарчик, пожелания, если есть, своим подписчикам, игрокам, ИСЛы? Мои пожелания, игрокам, ИСЛы, в первую очередь, терпение вам, родные, потому что я понимаю, кто любитель, The Isle, The Vislo, Эврима, у вас, у вас, ебать, какие нервы, мощные, ребят, вы вообще просто топчик, терпите, хаваем вместе с вами, все вот это говнишко, ну, потому что, как по-другому, мы любим эту игру, несмотря на ее, огромные недочеты, баги, фикс, баги, фрезы, вот это вот все, долгие обновления, вот эти вот, сколько мы по полгода ждем, каких-то глобальных обновлений, даже бывало больше, ну, советую игрокам, терпеть, любить эту игру, играть, лично я думаю, что у Эвримы еще будет, ого-го, какое будущее, какое время, ну, придет, она еще хайпанет, игра будет, мне кажется, реально топ, сейчас она топ, а будет прям вообще, ну, хорошее будущее у ней будет, это лично мое мнение, потому что, они, сейчас начнут потихоньку работать, начнут добавлять динусов, и, интерес будет больше, аудитория еще придет больше, в игру, игра будет расти, ну, терпите, парни, девчонки, все будет хорошо, будем играть, русское комьюнити должно захватить этот мир, чтобы было четко, ребятки, а своим подписчикам хочу пожелать всем огромное, огромное спасибо, кто постоянно, каждый день со мной, кто со мной общается, кто меня поддерживает, денежными средствами, донатами, всем спасибо, ребятки, прям огромное, у меня есть очень хорошие ребята, прям которых, от которых я в шоке, они просто невероятные, это какие-то боги, поклон вам, мои сладенькие, а так всем подписчикам, которые меня смотрят, да, я вас всех очень сильно люблю, спасибо, что вы со мной, и я думаю, в будущем нас будет все больше, и будет еще круче, и веселее на стримах, и, ну, как-то так, еще раз, большое всем спасибо, и все. Ну что же, от себя я пожелаю Назару оставаться таким же харизматичным, открытым, и развитие каналу. Обязательно палец вверх, подписка на канал, и бацей колокол. Пишите в комментариях, у кого мне взять еще интервью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok